Добрый день, коллеги! Очень рада, что данное мероприятие вызывает такой большой интерес. Это показывает, что вопросы, отнесенные к ведению 187-го федерального закона, весьма актуальны. И одна из наиболее животрепещущих тем, как мы видим по обзорам средств массовой информации, по отзывам сообщества, это один из первых этапов. А именно вопрос категорирования объектов в критической информационной инфраструктуре. По нему я и поговорю. О законе уже было сказано. Закон вступил в силу, действует уже 10, практически 11 месяцев. И определенная практика правоприменения закона уже есть. Как сказал Виталий Сергеевич, на пленарной дискуссии все документы, необходимые субъектом в части обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры, находящейся в части компетенции в СТЭК России, были разработаны. И с чем же первым сталкивается субъект, когда начинает реализовывать 187-й федеральный закон? Ему нужно сначала понять, является ли он в принципе субъектом, а затем составить два документа на первом этапе. Это перечень объектов, которые он будет категорировать, и сведения о результатах присвоения категории конкретным объектам, которые направляются во ВСТЭК России. Как я сказала, практика правоприменения у нас уже есть. Мы видим определенные тенденции. Так, сведения о более 25 тысячах объектов к нам уже поступили, тех объектов, которые субъекты планируют категорировать. И мы хотим сказать, что это только начало. Уже откатегорировано более 600, около 600 объектов. 60 из них были внесены в реестр, как значимые объекты критической информационной инфраструктуры. Но, к сожалению, ряд сведений, а практически столько же, сколько уже мы приняли, мы вернули на доработку субъекта. Это связано с тем, что допускается много ошибок. И сегодня я бы хотела остановиться не на процедуре. Процедуру вы можете прочитать в документах, а на тех проблемных вопросах и на тех ошибках, которые мы сейчас видим, работая с субъектами. Итак, первый документ, нормативно-правовой документ, с которым вы столкнетесь, начиная процедуру категорирования, это 127-е постановление правительства. Оно у нас определяет первое правило категорирования, а именно ту самую процедуру, которую вы должны пройти, чтобы откатегорировать свой объект. И второе – перечень показателей, то есть те значения, с которыми вы должны будете сравнивать ущерб от своей системы, чтобы понять, а значимая она или незначимая. О истории разработки документа было сказано уже очень много, но начну немножко раньше. Как понять, а вообще нужно вам читать под восьмое постановление, являетесь вы субъектом или не являетесь? Нужно посмотреть, ваша организация в какой сфере деятельности в области работает. Помните, на первом слайде было 13 сфер деятельности, мы говорим 12, мы энергетику и топ-энергетический комплекс объединяем в одну сферу, они очень близки. Так вот, вы вообще работаете в этой сфере, выполняете какие-то функции, какие-то задачи? Да, нет, может быть. Если… Как это понять? А понять это можно? Как мы уже рассказываем еще с начала года, посмотрев свой устав, посмотрев свой АКВЭД, посмотрев разрешительные документы. Хочу только обратить ваше внимание, столкнулись с тем, что некоторые организации стали смотреть на свои учредительные документы, на свои уставы и видеть, простите, у нас, допустим, есть транспортная деятельность, но мы ее фактически не выполняем. То есть вы должны посмотреть, реально в каких сферах, областях вы функционируете. Вот мы сейчас столкнулись, то есть есть пустышки, к сожалению, в уставах. Посмотрели. Да, мы попадаем под эти 12 сфер закона, которые прописаны в второй статье. Дальше. А есть ли у нас системы, которые обеспечивают выполнение этих функций и С, АСУ и ТКС? Есть. Уже хорошо. А как понять, нужно ли вам составлять перечень, потенциально вы будете выполнять требования? Вам нужно представить ситуацию, когда на вашу систему, ИС, АСУ и ТКС, которые обеспечивают деятельность в сферах закона, происходит атака. Причем прогнозировать ситуацию, когда атака таргетированная. То есть нарушитель знает, обладает сведениями максимальными о вашей системе. Соответственно, целенаправленная атака с максимальным ущербом. Какие последствия будут в результате этой атаки? Должны хотя бы принципиально понять. Не сказать, что у меня будет ущерб 20 миллионов или что-то там отключится. Нет, просто будет или не будет ущерб. И ущерб в какой категории? То есть это будет в области транспорта, в социальной сфере. И должны посмотреть, вот эти сферы, где будет ущерб, они попадают в одну из пяти категорий, которые перечисляются в показателях, утвержденных 128-м постановлением правительства. Если да, потенциально попадает. Мы пока не говорим о числовых значениях этого ущерба. То, коллеги, я вас поздравляю, вы попали, в том числе попали под действие закона. То есть вы непосредственно являетесь владельцем тех объектов, которые нужно будет внести в перечень. А именно, обобщая в перечень, вы вносите именно те объекты, ущерб от нарушения действий которых попадает в одну из пяти категорий ущерба определяющего показателя. Далее. Попали вы под действие закона. Что делать? Открываете правила категорирования, утвержденные постановлением 127-м, и видите там вполне определенно четкую процедуру, пошаговую, что вам нужно сделать. Но прежде всего нужно составить комиссию. Созвать комиссию, в которую включить всех, кто перечислен в соответствующем пункте правил категорирования. Но, коллеги, прощаю внимание, в данном пункте перечислено максимальное количество тех людей, тех работников, которые включаются в вашу комиссию. Если нет у вас подразделения по ГОСТА, не надо их создавать искусственно. Если нет у вас работников, ответственных за КО и ЧС, не надо их назначать в экстренном порядке. Мы с этим столкнулись, к сожалению. Итак, смотрите, кто есть. Комиссия определяется нормативным актом субъекта, локальным актом, и может его возглавлять либо руководитель, либо лицо, которому данная полномочия будет определено руководителем. Нам задают вопрос. Если мы имеем распределенную структуру, как нам создавать комиссии? Значит, ответ таков. Если ваши филиалы являются самостоятельными юридическими лицами, то у них должна быть своя комиссия. Но если ваши филиалы не ведут самостоятельную деятельность, а фактически являются просто вашими подразделениями, то это будет одна комиссия на всех. То есть в одном субъекте, в одном юрлице одна комиссия. Дальше зачастую и нас, СТЭК России, и, насколько я знаю, представители ФСБ России, зачастую приглашают в данные комиссии. Коллеги, включитесь, поучаствуйте в категорировании. Значит, господа, мы ни в СТЭК России, ни в ФСБ России не наделены полномочиями по осуществлению категорирования ваших систем. Поэтому мы готовы оказывать, в СТЭК России готовы оказывать вам методическую помощь, разъяснять, подсказывать, но участвовать в процессе категорирования и входить в такие комиссии, в наши полномочия не входят. В эти комиссии вы можете пригласить регуляторов ваших отраслей, в которых вы работаете. К примеру, если это связь, это минсвязи, если это транспорт, то минтранспорт. Далее, напомню, что категорирование – это установление соответствия каждого объекта показателям, критериям значимости их показателям. Возникает здесь вопрос, а как детализировать каждый объект? К примеру, у меня есть цех, в котором стоит 10 АСУТП. Как? У меня цех – это будет один объект или это у меня 10 отдельных объектов? Значит, ответ на данный вопрос должны дать вы. Вы должны посмотреть свои документы, эксплуатационные документы, технические документы на ваши объекты КИ, будь это информационная система или АСУ, как они вводились, как единый объект в действии или же делились на отдельные объекты. Дальше вы должны посмотреть, какие критические процессы обеспечивают эти ваши данные, как в примере, АСУТП. Вы можете принять решение об объединении их в один объект, но соблюдая два условия. Первое. Данные объекты, в примере АСУ, должны быть взаимосвязаны, иметь между собой какую-то связь физическую, взаимодействовать, обмениваться информацией, обмениваться потоками. И второе. Они должны обеспечивать хотя бы один общий критический процесс. Вот тогда, коллеги, вы можете принять решение об объединении их в один объект и в дальнейшем рассматривать в данном случае цех как один объект критической информационной инфраструктуры. Можете принять решение и поделить его на более мелкие объекты. Но предупреждаю сразу, что в случае принятия решения об объединении объектов в один, вы должны будете понимать, что ущерб от нарушения действий, от атаки на этот объект должен рассматриваться как ущерб от выхода из строя единого объединенного объекта, а не маленьких его элементов. И кроме того, коллеги, если вы принимаете обратное решение и бьете свою систему на несколько маленьких, то вы должны понимать, что тогда периметр защищать в соответствии с требованиями, которые мы предписали, если это был значимый объект, периметр будете защищать у каждой системы отдельно. То есть 10 объектов Кии, 10 периметров вам нужно будет защитить. Соотнесите, что для вас лучше, что лучше для защиты ваших объектов. Далее, следующий вопрос возникает, когда читают, что такое категорирование. А это осуществление субъектами Кии, вот этого процесса оценки, в отношении принадлежащих им на праве собственности аренды или ином законном основании объектов. Право собственности понятно, право аренды тоже понятно, мы с этим все сталкиваемся в повседневной жизни. Что есть иное законное основание? Как пример приведу, это один из вариантов, как юристы трактуют данную норму. В Гражданском кодексе есть определение, что законное основание владения чем-либо, это документ, который определяет право кого-либо использовать данный объект в своих целях. В течение определенного времени на определенных условиях, установленных собственником. То есть, если вы заключили договор о пользовании информационной системы, то это тоже будет иное законное основание. В общем-то, в данном случае, когда у вас возникает вопрос о иной системе, иное законное основание, обратитесь к своим юристам. Не скрою, что некоторые юристы трактуют это по-другому. Ну, время нас рассудит. В нашем случае взгляд в стек России именно такой, что иное законное основание – это договорные отношения с какой-либо организацией на то, что вы используете их ресурс. Далее. Часто спрашивают, также еще один вопрос, кстати, я не сказала в начале, к нам поступило уже более двух с половиной сотен обращений, только официальным порядком, по поводу процесса категорирования. И вот одно из наиболее частых вопросов – это, а что нам делать, если мы обеспечиваем выполнение функции другого объекта, который нам не принадлежит? Значит, коллеги, если вы знаете, что у вас есть какой-то объект, с которым вы связаны договорными отношениями, и вы обеспечиваете его функционирование, к примеру, электростанции и сети электросвязи. Электростанция принадлежит одному субъекту, сеть электросвязи принадлежит другому субъекту. Так вот, владельцы сети электросвязи, как пример, должны категорировать свою систему, потому что она обеспечивает выполнение функции, в данном случае электростанции, на основании сведений, которые предоставит владелец электростанции. Это тоже будет значимым объектом КИИ. Об этом говорит пункт 9 правил категорирования, утвержденных постановлением 127. То есть вы тоже будете являться субъектом. После того, как вы создали комиссию, вам нужно определить процессы, хозяйственные процессы, экономические процессы, то есть те критические процессы, которые вы выполняете, и в тех сферах деятельности, о которых говорит закон, определить, какие объекты будут обеспечивать эти процессы. То есть эти объекты, вот на основании той схемы, о которой я говорила в начале, будут в перечне объектов, подлежащие категорированию. Данный перечень направляется в центральный аппарат СТЭК России. Коллеги, это не наше требование, это определяется законом. Соответственно, вы направляете его нам в течение пяти дней после его утверждения. Утверждается данный перечень либо руководителем, либо лицом, которое уполномочено на это. Вызывает вопрос пункт 15. С кем согласовывается перечень? Значит, в 15-м пункте мы говорим только о подведомственных организациях, то есть которые зависят от вышестоящего органа. Это, к примеру, в ГУПы, ФГКУ. Если вы самостоятельное юрлицо, АО, вы не должны с кем согласовывать. Ну, единственное, если регулятор в вашей области, министерство, да, не установит, либо же корпорации, к примеру, не установит этого обязательного согласования в своей области и не имеет на это право. Мы рекомендуем указывать в перечне сроки категорирования. Как уже неоднократно упоминалось, в законодательстве нету сейчас срока, когда вы должны разработать перечень. Но от срока утверждения перечня будут в дальнейшем идти все сроки, которые вам даются на категорирование, на внедрение систем защиты и так далее. Поэтому мы просим спланировать работу, чтобы не случилось так, что вы направили нам перечень, прошел год, а у вас еще половина работы не сделана. Законодатель дает вам год на проведение процедур категорирования. Если у вас 10 систем, вполне возможно, вы успеете за последний месяц этого года сделать свою работу. Но если у вас несколько тысяч систем, а таких субъектов у нас не так мало, то, коллеги, планируйте свою деятельность. Поэтому наша рекомендация – включайте сроки категорирования в данный перечень. Какая форма перечня должна быть? Также до сих пор распространенный вопрос. Законодательством не установлено, какая форма есть. Но учитывая, что нам часто-часто задавали вопрос, а как нам его оформлять, мы выпустили информационное сообщение. На информационном сообщении мы привели пример, рекомендуемую форму данного перечня. Можете воспользоваться ей, можете прислать в ином виде, это ваше право. Но учитывая, что вопросы были, данную форму мы на нашем сайте, в информационном сообщении разместили. Наименование объекта, в принципе, все понятно. Единственная просьба – указывать наименование объекта так, чтобы оно было читаемо. Зачастую, особенно это касается объектов, связанных с производством, приходят аббревиатуры из 10-15 букв. Ну, а СУ мы расшифруем, С мы расшифруем. А вот что значит остальные символы, зачастую не всегда понятно, коллеги. Мы не можем знать все области производства, сферы деятельности. Поэтому просьба называть ваши системы так, чтобы и нам было понятно, и вам потом было понятно. Потому что, когда начинаем обращаться в организацию, просить коллеги, а помогите, расшифруйте, что это такое, не могут нам ответить. Знаете, это просто до смешного доходит. Но, тем не менее, наименование объекта так, чтобы было понятно, и вы могли идентифицировать объект. Тип объекта – это С, СУ и ТКС. Сфера деятельности. Сфера деятельности объекта, где он функционирует, их может быть несколько, такие случаи тоже есть, может быть одна. Срок категорированный, то, о чем я уже сказала. Долженность, фамилия лица и контакты ответственного. Это может быть одно лицо. Мы просим указывать контакты, чтобы, если возникают вопросы, мы не занимались с вами перепиской. Чтобы могли просто поднять трубку, позвонить и пообщаться с вами. Упростить, сократить время обработки данного перечня. Ну и кроме того, коллеги, если вы направляете к нам перечни, особенно это касается крупных субъектов, мы просим, прикладывайте электронную форму. Потому что, когда приходят коробки перечней, а у нас есть уже такие ситуации, когда от одного субъекта пришла такая хорошая полная упакованная коробка бумаги, достаточно сложно обработать вручную. И, естественно, что скрывать, могут случиться какие-то чисто технические ошибки. Поэтому прикладывайте к своим перечням электронные виды. Мы будем вам очень благодарны за это. Можно приложить диском. Можно, если ваш перечень открыт, вы не накладывали ограничения на него, можете направить нам на почту. Но мы будем вам за это очень благодарны. Далее. Комиссии, когда вы ее создали, нужны какие-то исходные данные по категорированию тех объектов, которые вы включили перечень. Какие исходные данные мы в пункте 10 правил прописали? В принципе, с этим вопросов у субъектов, насколько мы сейчас это видим, не возникает. Поэтому на этом пункте, наверное, останавливаться не буду. Но потом возникает вопрос. Вот мы перечень составили, исходные данные для категорирования собрали, а как нам категорировать? Вы должны обратиться к второму приложению данного постановления, а именно к перечню показателей. Думаю, все его смотрели, знают, как он выглядит. Коллеги, еще раз хочу обратить ваше внимание. Оценка показателей должна быть по каждому показателю и под показателю, и по каждой под категории. Если один показатель оценивается и в людях, у которых будет нарушение условий жизни, к примеру, и в площади, то вы должны оценить и по людям, и по площади. Потому что разные регионы, разная плотность населения, и, соответственно, разная категория может быть. Естественно, оценку вы должны присвоить категорию по максимальному, наивысшему значению вашего перечня. После чего вы составляете акт категорирования. Акт категорирования – ваш документ. Он утверждается только руководителем, исключений нет. Руководитель организации может его подписать и должен его подписать. Акт категорирования – это ваш документ, и нам его направлять не надо. К нам они приходят, мы их возвращаем обратно. Почему? Потому что нам направляется сведение по форме, установленной 236 приказом СТЭК России. В табличном виде вы должны заполнить эту форму, причем заполнить все поля, коллеги, без исключения, и направить в СТЭК России. В случае, если какое-либо поле к вам не применимо, вы должны написать, что, к примеру, когда вы заполняете показатели, данные показатели не применимы к моей системе, потому что, к примеру, они работают в транспортной отрасли, потому что мы не заключаем международные договоры. Вы должны обосновать, почему вы не применяете, либо же заполнить все. Потому что, когда вы оставляете пропуски в данных сведениях, мы можем только догадываться, вы забыли, вы умышленно это не указали или почему. Соответственно, начинается долгое взаимодействие, долгая переписка, начинается итерация. А хочу напомнить, что у вас есть 10 дней на направление сведений, а потом, если в случае мы нашли какие-то ошибки в вашей форме и приняли решение возвращать вам сведения о категорировании, у вас есть 10 дней с момента получения, чтобы исправить эти сведения. А когда к субъекту возвращается перечень сведений о 20, 30, 40 объектах, а, к сожалению, как уже было сказано, немало сведений мы возвращаем, то у субъектов начинают возникать проблемы. Как исправить все эти ошибки, как проанализировать те сведения, которые не были учтены за достаточно короткий промежуток времени. Поэтому просьба внимательно и ответственно подходить к данной процедуре категорирования. Хочу вернуться к типовым ошибкам. В части представления сведений не полностью заполняют форму, как я уже сказала. Естественно, мы, Виталий Сергеевич уже сказал, я хочу подтвердить, что в случае, если мы выявляем какие-то незначительные, несущественные опечатки, недописки, ну, к примеру, вы указали, что вы применяете сертифицированные средства, но не указали номера сертификатов, как мы вас попросили. Ну, конечно, мы не будем возвращать вам эту форму, заниматься перепиской. Мы, скорее всего, позвоним ответственному лицу, в данных контактах указан, либо напишем письмо о том, что ваше сведение, ваш объект учтен, но, коллеги, просьба, представьте нам дополнительно сведений, которых не хватает. То есть сейчас, пока на данном этапе, мы идем вам навстречу, потому что понимаем, что много-много вопросов. Но, естественно, если в перечне не указана сама категория, такие перечни нам тоже приходят, где самая нужная графа остается пустой, естественно, мы данный перечень вернем. Если вы не обосновали, почему вы представили эту категорию, то есть вы не указали значение показателей, не обосновали, почему эти значения вы получили, естественно, тоже мы эту перечню вернем, потому что мы не можем понять вашу логику, почему получилось именно так, а не иначе. Еще одна распространенная ошибка. Там, где вы оцениваете показатели, вы просто пишете, что значение показателей ниже нижней границы. Все. А какое оно конкретно укажите? Даже если оно ниже третьей категории, укажите, мы должны понимать то, о чем я говорила, как вы рассуждали, когда заполняли свою форму. Нас спрашивают, а сколько раз вы можете перепиской заниматься и отправлять туда-обратно. Конечно, коллеги, мы стараемся исключить переписку и максимально полно обосновать все сведения, для того, чтобы мы один раз вернули в случае, если такое произошло, и ответили вам, и вы нам ответили, мы внесли в перечень. Тем не менее, заказать там не ограничено количество операций по переделке перечня, к сожалению. Далее. Спрашивают, как указывать меры. У нас одна из граф, меры защиты информации, которые применяются в ваших системах. Значит, в данной графе нужно указать реально, какие меры защиты информации на текущий момент реализованы в вашем объекте. Мы не будем ругать вас за то, что там что-то у вас не реализовано. Это нужно для того, чтобы нам понять, а правильно вы оценили те последствия, которые могут произойти от атаки на вашу систему, правильно ли вы сделали вывод, может быть, что-то подсказать вам. То есть это не для того, чтобы вас поругать, это для того, чтобы понять картинку, полное состояние вашей системы. Далее. После того, как мы оценили ваши сведения, сказали, что все правильно, если ваша система значимой является, то мы вносим сведения о вашей значимой системе в реестр, который ведет в СТК России, реестр значимых объектов. Как он ведется, у нас описано, как формируются реестровые номера в приказе номер 227. Также опубликован в нашем сайте. Если вам интересно, вы можете почитать. Хоть моя тема называется категорирование, но одним из следующих ближайших этапов после категорирования является внедрение требований. То, о чем также говорил Виталий Сергеевич. Поэтому кратко остановлюсь на тех документах, которые вам нужно будет изучить, чтобы внедрить требования по безопасности информации в свою систему. А это два документа на текущий момент разработаны. Весь 35 приказ определяет требования к созданию систем. Это требования к силам, средствам обеспечения безопасности информации. И требования к людям, требования к документам, которые должны быть разработаны. То есть более организационные требования. И второй документ 239. Это уже знакомые многим вам предыдущим документам в СТЭК России. Требования по обеспечению безопасности значимых объектов. Непосредственно требования к мерам, которые нужно будет реализовать в своей системе. После категории вы должны будете спланировать внедрение данных мер и внедрить их. Мы допускаем, что многие системы нельзя просто так остановить, внедрить меры, сказать, что с завтрашнего дня мы переделываем систему защиты. Таков процесс ваших систем. И в данных документах есть норма о том, что вот эти меры могут быть внедрены в случае плановой доработки и модернизации вашей системы. Но, коллеги, ряд требований, ряд мер, которые мы просим вас реализовать, являются организационными. Вот организационные требования, после того, как вы откатегорировались и признали себя значимым объектом, должны быть внедрены уже сразу. То есть вы должны подготовить персонал, создать подразделение, разработать необходимую документацию. А вот технические меры вы должны уже соотнести, внедрение технических мер соотнести с своим технично-технологическим процессом. То есть когда вы сможете с минимальным ущербом для себя их внедрить. Опять-таки в данном случае, вспоминая вопросы, заданные на пленарном заседании, мы идем навстречу бизнесу для того, чтобы минимизировать ваши потери, ваш ущерб в свете реализации данных требований. Как планировать, какие средства использовать, сертифицированные и сертифицированные, также в данных документах определено. Пока что на текущем этапе мы допускаем, что сертифицированные средства применяются только, если этого сам захочет оператор, либо же если это прописано в документах, в иных нормативно-правых актах. В противном случае, в ходе испытаний и приемки вашей системы, вы должны сами оценить соответствие средств защиты информации тем требованиям, которые вы внедрили. То же самое, тот же принцип, соответственно, и с подтверждением соответствия вашего значимого объекта требования. Аттестация проводится только для тех объектов, для которых это предписано в обязательном порядке. Сегодня это государственные информационные системы, либо же в ходе приемочных испытаний вы сами можете предусмотреть в программе методики, как оценить соответствие вашего значимого объекта требованиям СТЭК России. Многие объекты попадают под требования нескольких документов, предписывающих реализацию мер. Как быть в данном случае? Задают эти вопросы, уже задают, потому что многие крупные компании уже начали задуматься о внедрении требований данных и мер в свои системы. Так вот, если вы являетесь счастливым обладателем объекта, у которого есть густайна, вы должны откатегорировать объект как КИИ и дальше уйти в линейку по густайне. Здесь все понятно. Если ваш объект КИИ является густарской информационной системой, то 239 приказ вы должны применить совместно с 17 приказом СТЭК России. Хочу анонсировать, что мы сейчас будем дорабатывать и 17, и 21, и 31 приказ с 2014 года уже доработаны для того, чтобы привести вот эти таблицы с мерами к единому знаменателю, чтобы они были одинаковы, и вам было проще ориентироваться по мерам, которые нужно реализовывать. Если это информационная система персональных данных, здесь сложнее. Вам нужно будет реализовать как требования законодательства КИИ, а именно 239 приказ, так и требования, которые предписываются постановлением 11.19. Там тоже есть ряд мер, которые нужно будет реализовать в соответствующей информационной системе персональных данных, соответствующего уровня защищенности. 21 приказ здесь применять не надо. Мы считаем, что достаточно 239. Что делать с АТКС? Если мы говорим, что наш объект является АТКС, то вы должны применить наши требования 239 приказ и нормативно-правые акты, которые нам разработает Минкомсвязь, Минцифра, теперь уже России. И, наконец, если это АСУТП, то вам будет достаточно применить только 239 приказ. Напомню, что в части АСУТП у нас есть 31 приказ в СТЭК России 2014 года, который предписывал определенные мероприятия для обеспечения безопасности АСУТП. Так вот, нами были буквально недавно внесены изменения в данный приказ, где мы развели действия данных документов. Итак, если ваш АСУТП является значимым объектом КИ, то вам необходимо будет реализовать только 239 приказ, его требования, ну, естественно, 235. Если же ваш АСУТП не является значимым объектом, то вы, как собственник, в случае принятия такого решения, можете реализовывать требования 31 приказа 2014 года. Госконтроль. С госконтролем СТЭК России к вам придет не ранее, чем через 3 года, после того, как сведения о вашем значимым объектам внесены в реестр значимых объектов. То есть многие спрашивают, когда вы придете, не ранее, чем через 3 года. Если мы не получим предписание соответствующее, либо же если не произойдет какого-то инцидента. Если все будет хорошо, то не ранее, чем через 3 года. Что будет проверяться, как, в каком порядке, какие вы имеете права как проверяемые, какие мы имеем права как проверяющие, все это определено в 162-м постановлении правительства. Дело, как я уже сказала, будущее, но тем не менее можно ознакомиться сейчас и понять, что будет происходить в ходе проверки. Процедура строго регламентирована. Форма акта проверки будет уже определена соответствующим 229 приказом. Вы также можете поинтересоваться, если вам нужно. Хотела остановиться еще на одном моменте. Получаем немало писем от организаций с текстом о том, что, уважаемый стек, мы не являемся субъектом Киев. Коллеги, нас не нужно об этом уведомлять, что вы не являетесь субъектом. Вы можете зафиксировать это в своих документах, в локальных актах, но данного уведомления в законодательстве нет. Далее, зачастую к нам приходит немало писем о том, что у нас есть объекты, ну, к примеру, в сфере водоотвода. Коллеги, объекты, которые не попадают в те 13 сфер деятельности, которые прописаны в законе, категорируют, не подлежат. Вы можете применить к ним в добровольном порядке те требования, которые прописаны в нашем документе. Никто вам этого не запрещает, принять такое решение, как собственности, но категорировать их не нужно. Еще одним вопросом распространенным является, а вот что будет? Мы перечень в ОВСТЭК России направили, а что будет, если у нас создается новый объект, который потенциально является также значимым объектом? Как нам, что нам делать с перечнями? Значит, мы сейчас дорабатываем законодательство, данные изменения будут легализованы и официально внесены в данный порядок, в 127 приказ, пока скажу устно. Если вы увидели, что у вас возникает, или вы забыли о каком-то новом объекте КИИ, то вы можете, во-первых, направить дополнение в наш перечень и сказать, что я забыл про еще 5 объектов, которые у меня есть, мы внесем их в перечень. Если вы вывели из эксплуатации объект, но не успели его откатегорировать, то также просьба нас об этом уведомить, что вы подали 30 объектов, а потом вот в течение года 5 из них вывели из эксплуатации, поэтому категорирования не принадлежат. Также просто уведомляйте, и мы их исключаем из ваших перечней. Если вы создаете новый объект, после того, как вы уже откатегорировали свои, то вам тогда необходимо будет, естественно, в ТЗ предусмотреть все процедуры, необходимые для обеспечения, обеспечения и выполнения законодательства по КИИ, при этом вы должны на момент составления ТЗ на ваш объект его откатегорировать. При этом мы допускаем, что в процессе разработки ваш объект может изменить категорию, это допустимо. Но это также прописано в законодательстве и будет внесено в 128-е постановление. Но пока что, к сожалению, этого напрямую не прописано в нашем постановлении. И еще последний момент, на котором я хотела остановиться. Мы не согласуем и не утверждаем перечни. То есть, если вы направили нам перечень объектов, поджижающих категорированием, если все хорошо, то ответа вы от СТК России не получите. Мы просто учтем его и скажем, работайте дальше. Если же возникает вопрос, тогда да, мы будем вам писать. А вот уже по сведениям, когда вы уже провели анализ и откатегорировали, естественно, вы получите у нас ответ. Сведения, на сведения мы обязательно ответим. Либо мы согласились с вами, либо же, ну коллеги, нужно будет что-то исправлять. Итак, это основные моменты, на которых хотела остановиться. Спасибо за внимание и терпение.